Губернатор Свердловской области Евгений Куйбышев в ходе рабочей поездки в Южный управленческий округ оценил условия труда работников, созданные на Каменск-Уральском заводе по обработке цветных металлов и Синарском трубном заводе, а также на совещании с главами южных муниципалитетов и руководителями предприятий, работающих на этой территории, обозначил перспективы развития промышленного комплекса региона. В частности, Евгений Куйбышев отметил, что Свердловской области необходимо перезагрузка многородов, должны быть созданы все условия для комфортно-безопасной работы, учебы, доступа к качественной медицине и услугам. «Урал был и остается промышленным краем, опорным краем державы. Я хочу подчеркнуть, что главное богатство Урала – не руда и металлы, не станки и машины, а люди, наши рабочие. Поэтому мы должны создать для них достойные условия труда, чтобы у них не было необходимости самостоятельно думать о завтрашнем дне, чтобы они с уверенностью смотрели в будущее», – сказал Евгений Куйбышев. На совещании в Каменск-Уральском Куйбышев подчеркнул, что необходимо обращать внимание на социальную защищенность рабочих, на условия труда рабочих. Недопустимо, чтобы они получали травмы на производствах или даже гибли. Кроме того, нужно, чтобы строго соблюдались режимы отдыха, чтобы все работники и их семьи получали необходимую медицинскую помощь. В современных условиях ключевой фактор успешного развития – это инвестиции в человека, сохранение развития человеческого капитала, рост заработной платы, качественное образование, доступное здравоохранение, развитая досуговая сфера и подготовка квалифицированных кадров. Вот направления, которые являются приоритетными для правительства Свердловской области. Уверен, что и для руководителей промышленных предприятий Южного управленческого округа эти вопросы также имеют ключевое значение. Работникам нужна стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Поэтому губернатор дал промышленникам жесткую установку, чтобы на предприятиях не сокращалась зарплата, сохранялись рабочие места и трудовые коллективы. Наша область укрепила репутацию сильного и динамичного развивающегося региона. Теперь, что касается Южного управленческого округа, хочу отметить серьезные успехи в развитии промышленных предприятий. За последние пять лет предприятиями Южного округа запущено 12 крупных инвестиционных проектов. И объем инвестиций превысил 50 миллиардов рублей. С 2012 по 2021 годы объем отгруженных товаров собственного производства увеличился в Свердловской области в два раза – с полутора до трех триллионов рублей. Евгений Куйбышев назвал ключевые импортозамещающие проекты, реализуемые на юге региона. В числе перспективных точек роста здесь выделяются проекты по наращиванию выпуска насосного оборудования, радиоэлектронной, электрической, литейной продукции, производства компонентов для авиации, автомобилестроения, металлоконструкции, а также оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. Отметим, 30 предприятий округа участвуют в национальном проекте «Производительность труда». На заводе по обработке цветных металлов губернатору презентовали производство высококачественного цветного металлопроката. Здесь выпускают прессованные и тянутые прутки, проволоку, литейные сплавы, порошки и пудры. При поддержке Фонда развития промышленности реализован проект по установке печи светлого отжига и закалки. Сейчас идет ее пусконаладка. На предприятии губернатор не только оценил производственный потенциал, но и условия, в которых работают сотрудники. Для этого он, в частности, зашел в заводскую столовую, посмотрел меню и ассортимент. На Синарском трубном заводе предприятия ТМК губернатору презентовали линию по производству труб и учебный полигон ТМК-2, где идет подготовка будущих высококлассных специалистов завода. Юрий Чиликин, Новости АТВ.